Мировые производители товаров с целью защиты произведенной ими продукции от поделки разрабатывают и применяют собственные средства защиты, знаки и логотипы. Семь лет назад и белорусы впервые в международной практике взяли на себя организацию изготовления, учета и распространения средств защиты товаров от фальсификации. Это средство называют контрольным знаком. По мере усиления конкуренции между организациями, маркировка продукции стала эффективным способом защиты внутреннего рынка и отечественного производства от недобросовестной конкуренции. Одной из основных задач налоговых органов Республики Беларусь является осуществление контроля за соблюдением налогового и иного законодательства. В целях усиления контроля за оборотом отдельных групп товаров на государственном уровне ежегодно расширяется перечень товарных групп, и которые уже включают 22 продовольственные и непродовольственные товарные группы. Сюда входят пиво-солодое, масло-моторное, масло-подсолнечное и другие товарные группы. При отнесении товара к объекту, подлежащему, либо не подлежащему маркировке идентификационными знаками, необходимо одновременно руководствоваться кодом продукции по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Беларуси, а также Таможенного союза. Эффект от введения маркировки товара контрольными знаками получает как государство, так и субъекты предпринимательской деятельности и потребители товаров. Следовательно, в соответствии с законодательством запрещается приобретение, хранение и реализация на территории Беларуси организациями и индивидуальными предпринимателями товаров без идентификационных знаков. С начала текущего года сотрудниками налоговой инспекции Московского района города Бреста установлены 10 фактов хранения и реализации товаров без контрольных марок на сумму свыше 250 миллионов рублей. По материалам проверок, хозяйственным судом Брестской области обращено в доход государства товаров на сумму свыше 123 миллиона рублей, а также привлечены 8 человек к административной ответственности. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.